Новоселье детского отделения Визняковской больницы это фактически возвращение домой. До реконструкции педиатрия вынуждена была квартировать в одном из детских садов 30-х годов постройки. В тесноте, часто без горячей воды и других элементарных условий, которые должны быть в любом лечебном учреждении, особенно в детском. Так что окончание реконструкции и доктора, и родители малышей очень ждали. В прежнем помещении не лежали мы там ни разу, но мы были там. Там очень кошмарно. А здесь как на курорте. Честно. Здесь хорошо. Кроме внешних удобств, врачи подчеркивают еще одно важное преимущество. Теперь не нужно содержать два дежурных поста, как было прежде, когда педиатрия располагалась отдельно от основного больничного комплекса. В условиях кадрового дефицита это большой плюс. Это позволило нам, конечно, достаточно решить сложную проблему по обеспечению круглосуточной помощи маленьким нашим ребятишкам. Здесь это отделение, в которое переехала наша малышня, на сегодняшний день устраивает по всем СНИПам, по всем требованиям. И устраивает и персонал. Здесь есть возможность и создать игровую комнату для прибывающих ребятишек. То есть это очень важно для выздоровления наших маленьких пациентов. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев лично приложил немало усилий для улучшения качества медпомощи в Везняковском районе. На открытии реконструированного корпуса детской больницы он отметил, что это один из первых шагов по оздоровлению отрасли. Проблемы которой, как уже неоднократно отмечалось, начались еще в начале 90-х. Необходимо принять кардинальные меры для изменения ситуации в здравоохранении. И люди этого хотят, люди этого просят. И мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы изменилась ситуация здравоохранения Везняковского района. Добавлены дополнительные денежные следствия по инициативе губернатора при поддержке фракции «Единая Россия» в законодательном собрании. Вот только на реконструкцию вот этого детского отделения затрачено порядка 7 миллионов рублей. На ближайшие годы выделено уже 160 миллионов рублей. И вот на эти денежные средства в ближайшие годы будут ремонтированы все объекты здравоохранения в Везняковском районе. Владимир Киселев также отметил, что особое внимание в Везняковском районе сейчас уделяется кадровой проблеме. Председатель ЗАГС собрания инициировал заключение соглашений с тремя областными медколледжами и с Нижегородской медакадемией. Учебные заведения будут направлять своих выпускников в клиники Везняковского района. Редактор субтитров А.Семкин